Девушки отдыхают 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 В качестве опорных баз Как для рыбалки Та и для сбора дикоросов Там и тут на болоте Сложенные неприхотливые Избушки Рыбачат местные жители Поодиночке Или артельно Артель из 16 и 23 человек Использует Невод и лодки Лодки и весла к ним Рыбаки изготавливают Из дерева сами У многих рыбаков Имеются и современные Моторные лодки Особым уважением пользуется труд тех, чьими руками закладывается фундамент будущего благополучия рыболовов. Валериан Абушев делает лодки и долбленки, которые потом десятилетиями браздят в водную гладь окрестных водоемов. При изготовлении долбленок у сибирских татар принимает участие от двух до пяти человек. Выполняют ее за две-три недели. Иву, идущую на изготовлении долбленки, выбирают с белой корой в полтора-два обхвата. Выбранные дерева спиливают пилой, топором обрубают сучья и ошкуривают. Делается это в апреле-майе, то есть за два-три месяца до самых жарких дней лета. Использование ивы в качестве строительного материала связано с тем, что только данный вид дерева при сушке теряет огромный вес. Готовую лодку может поднять даже один человек. До укромных рыбных и ягодных угодий местным жителям помогают добраться болотоходы. О болотоходах вообще разговор особый. Это уникальные транспортные средства, которые вряд ли так распространены где-то еще, кроме большого увата. Наблюдая за сборкой покорителя топеи и хлебей, замечаешь, что любой кусок металла, оказавшийся в этом краю, идет в дело. Будь то мотоциклетный двигатель или автомобильная рессора, никакой типовой схемы не существует. Все зависит от имеющихся в наличии деталей. На окрестных болотах в изобилии растут голубика, брусника и клюква, а в лесу – малина. В урожайный год средняя семья может собрать до пяти-шести тонн клюквы. На сбор ягод большеватовские татары выезжают всей семьей. Домой не возвращаются. Ночуют неделями в специальных сделанных избушках. Зимой рыбу и клюкву местные жители сдают докодавителям, приезжающим к ним из Усть-Ишима, Тюмени, Омска, Екатеринбурга. Тюмени, Омска, Екатеринбурга. Неотъемлемой частью семейно-бытовой культуры большеватовских татар являются обряды, совершаемые по случаю того или иного важного события в жизни семьи. Рождение ребенка традиционно сопровождалось многочисленными обычаями и обрядами, направленными на поддержание его здоровья, на защиту от влияния темных сил при общении к обществу. Важное значение имел обряд укладывания новорожденного в колыбель. Именно колыбель становится первым укромным местом, в котором ребенок находит прибежище после рождения. Центральным событием является обряд Исэм-Кушо, то есть имя наречения. На сегодняшний день обряд наречения имени у сибирских татар, как и у других тюркских народов, исповедующих ислам, проводится по единым канонам. Малыша на подушке кладут на стол так, чтобы голова его была сориентирована к кибле, югу. Обряд наречений именем ребенка проводится в течение недели или на седьмой день после рождения. Галина в полгода В честь наречения ребенка проводится торжество бябитуя, праздничная трапеза в честь ребенка, куда приглашают родственников, друзей, односельчан. Праздничная трапеза не обходится без обязательного обрядового кушания баурсак, лепешек в виде тюбетейки, испеченных в масле. Готовят их из пресного теста, придавая форму тюбетейке. У большеватовских татар, на веревке, с помощью которых подвешивают колыбель к потолку, привязывают разноцветные лоскутки ткани. Это делается для того, чтобы цветные кусочки бросались в глаза и уберегали дитя от сглаза. Жизнь в этом краю очень размерена. Тот, кто родился и вырос в мире, четко разделенном на озеро и сушу, как это издревле происходит на Большом Увате, плохо представляет себе что-то другое. Даже достигнув совершеннолетия и побывав где-то еще, человек сравнивает все окружающее с малой родиной. Чаще всего сравнение оказывается именно в ее пользу. Не случайно же население заболотья Тюменской области год от года растет, а случаи отъезда на Большую Землю можно пересчитать по пальцам. Продолжение следует...